Всем привет, с вами ProGamer. В этом видеоролике я хотел бы вам рассказать об очень интересном приложении и называется приложение Glitch. Также я отмечу, что это приложение доступно совершенно бесплатно на платформе Google Play или же App Store, а на платформе Google Play это приложение имеет вот такую вот статистику. Статистика довольно-таки хорошая, не у каждого приложения есть и подобное. Но также перед началом самого видеоролика я хотел вас попросить подписаться на мой канал, ведь меня смотрят больше всего Дори и без подписки. Подпишитесь, мне будет очень приятно. Ну а мы начинаем сам видеоролик. Итак, приходим в это приложение, у нас открывается вот такой вот интерфейс. Для начала вам необходимо выбрать, конечно же, фотографию, но я ее уже выбрал. То есть вот, после этого будет представлен такой интерфейс. Разные виды Glitch эффектов, разных наложений, фильтров, эффектов, текст, в общем и все в этом плане. Начнем с первой функции, то есть что она из себя представляет. Давайте это посмотрим. То есть у вас есть определенная интенсивность, которую вы можете повышать, понижать, то есть и все так же изменит цвета. То есть, в общем-то так, то есть уже зависит от вас на какой, на сколько вы хотите вот именно изменить все это дело. То есть повернуть Glitch или же вообще его там, что с ним сделать. То есть все зависит от того, как вы хотите его настроить, вот, общего говоря. Дальше. То есть тут тоже есть довольно-таки интересный. Также можно его применять. В большинстве случаев используются как раз-таки для работ уже от фотошопальных. То есть на обычных работах, я не думаю, что будет смотреться красиво. Там как минимум, потому что придется еще сделать, добавить других фильтров в том числе тоже. Вот есть такая вот волна, то есть вы можете также, конечно же, это регулировать все под себя, как вам будет нужно. Дальше есть такого вот свечения, то есть довольно-таки круто тоже. Может кому-то из вас понравится, кто-то будет его использовать дальше. То есть тут также, конечно же, есть вот такие вот эффекты довольно-таки крутые. То есть тоже могут вам пригодиться в основе за работу, если вы их будете использовать. Также вот фильтры есть. Объясняю, что такое фильтры. Вот еще раз, если вы кто-то из вас вдруг что-то не понял. Фильтры это определенное наложение яркости, контрастности, насыщенности, теней и всего в этом плане. То есть вот как-то так. Это и есть фильтр. Также фильтры вы можете тут настроить с нуля, то есть подобрать их. У вас есть такая функция, яркость, контрастность, насыщенность. Все можете подстроить под себя. То есть как вам будет интереснее для вас выглядеть. Дальше. Может так же добавить текст. Любой текст добавлять, ему можно уменьшать. Конечно, функции по настройке текста довольно-таки мало, по его обработке именно. То есть их-то достаточно мало. Но я не думаю, что вы будете скачивать приложение ради того, чтобы работать с текстом. Вряд ли. А вам по большей части нужны будут максимумы. Это только вот эти готовые фильтры. То есть и все. Дальше так же можно обрезать. То есть есть определенные размеры. Они у вас представлены чуть-чуть ниже. То есть можете посмотреть, отрегулировать все, как вам будет нужно. Но так же, если я вдруг что-то не сказал из того, что вы хотели услышать, обязательно пишите в комментариях. Мне вконтакте я вам постараюсь объяснить, что к чему. Ну а на этом я буду заканчивать с вами видеоролик. Спасибо всем тем и людям, кто досмотрел вводу с самого конца. С вами был ProGamer. Всем до новых встреч, друзья. Увидимся в следующем видеоролике. Субтитры сделал DimaTorzok